Новый центр ядерной медицины примет первых пациентов уже в сентябре. Все готово для запуска производственного цикла ядерных фармпрепаратов. Оборудование настроено, штат профессионально укомплектован. Здесь смогут диагностировать порядка 45 онкобольных в сутки. По мнению врачей, инновационное оборудование способно выявлять заболевания на ранней стадии. В чем еще уникальность нового центра, расскажет Динара Женбатарова. В столичном центре ядерной медицины теперь есть полный цикл диагностики со своим, что называется, производственным цехом. Специальные радиофармпрепараты будут производить на месте. Они точно обнаружат даже микроскопические раковые образования, а после доставят строительный белок для восстановления клеток. Этот метод ядерной медицины, говорят врачи, дает пациенту шанс на жизнь даже в самых тяжелых ситуациях. Но сложность вся в том, что радиоактивные затопы, из которых и делают препараты, живут всего 109 минут. За это время их нужно соединить с носителем и тут же оперативно ввести в организм больного. В этом бункере, по сути, происходит один из основных этапов производства ядерного фармпрепарата для диагностики онкозаболеваний. Вот по этим тоненьким трубам поступает воздух, который необходим для производства препарата. Это изжатый воздух и гели высокодавления. Всего их около шести видов. Как вы заметили, мы идем по лабиринту. Он необходим для защиты, потому что обычно, когда аппаратура вся работает, здесь очень высокий уровень радиации. Этот лабиринт нас ведет к циклотрону. Это, собственно, сердце производства. Именно здесь происходит облучение и уже готовый изотоп поступает в лабораторию синтеза. Оперативность и стерильность здесь превыше всего. Человеческий фактор минимизирован. Автоматические машины сами завершают производство и упаковывают препарат для диагностики. У нас происходит синтез препарата, который впоследствии передается через транспортировочные линии. Вот сюда, в этот бокс. Прежде чем попасть в организм больного, сыщик раковых клеток проходит строгую проверку. Тем временем пациент в ожидании радиоактивного препарата. Перед введением важен и эмоциональный, и физический фон, говорят врачи. Поэтому медитация в полумраке, как этап подготовки к медицинскому вмешательству. Слабарный пациент. Радиоактивный препарат не помешает. Вчера Абатоликова, принял препарат готового? Принято. Между отделениями фармпрепарат передается через специальные окна-передатчики. Вводится он внутривенно. Завершающий этап обследования – томография. Это оборудование, последняя разработка и, по сути, прорыв в индустрии ядерной медицины, говорят врачи. Этот аппарат уникальный. Он пока в единственном экземпляре представлен на территории Казахстана, СНГ и стран Средней Азии. Цифровая детекторная система позволяет увеличить скорость сканирования, плюс улучшить качество изображения и снизить лучевую нагрузку на пациента. Пропускная способность данного аппарата увеличивается в два раза по сравнению с сегодняшним днем. То есть, если мы смотрели в среднем до 3000 человек в год, то с введением в эксплуатацию этого аппарата мы можем смотреть 7000 и более 7000. Ежегодно на учет по онкозаболеваниям встают порядка 33 тысяч казахстанцев. На сегодня лечение проходят 200 тысяч человек. Новые методы и препараты подарят тысячам пациентов надежду, считают специалисты центра. Уже в ближайшее время в центре запустят производство 9 радиофарм препаратов. 8 из них впервые будут производиться в стране.